Мир сегодня застыл в ожидании. Северная Корея, несмотря на протесты со стороны мирового сообщества, готовит тестовый запуск баллистических ракет. Пхеньян предупредил иностранных дипломатов о том, что власти КНДР не смогут больше обеспечивать их безопасность и рекомендовал покинуть страну к сегодняшнему дню. Сегодня в американскую прессу просочилась информация, что в Нью-Йорке в обстановке секретности возможно проходят неофициальные переговоры между властями Северной Кореи и США. За развитием ситуации наблюдал Евгений Маслов. Новейшая баллистическая ракета КНДР, заправлена топливом, находится на пусковой площадке. Сеул еще на одну ступень повысил уровень боеготовности южнокорейской армии. Пхеньян не уточняет, когда запуск будет произведен, но именно к 10 апреля попросил западных туристов и дипломатов покинуть корейский полуостров. Северная Корея не объявляет никому войну, но испытания своей ракеты проводят в нарушении резолюции ООН и невзирая на протесты соседей. Ракета «Мусудан» радиусом действия около 4000 километров нацелена, по данным японской разведки, на восток и может рухнуть на территорию японского архипелага. ПВО страны в боевой готовности номер один. «Все подразделения армии несут службу в особом режиме. Мы готовы в любую минуту встать на защиту Японии и народа нашей страны». Последствия запуска северокорейской ракеты беспокоят и Вашингтон. Помимо откровенного вызова мировому сообществу, для США это еще и потенциальная опасность американской военной базы на острове Гуам. С 1994 года отношения между КНДР и США так сильно не обострялись. «Действия северокорейского режима только еще больше изолируют во всех смыслах страну, и это не в интересах самого северокорейского народа. Псеньян должен остыть, пока не поздно». «Южнокорейцы и американцы ожидают залпа с территории севера в любое время, начиная с сегодняшнего дня. По данным западных разведок, речь может идти о нескольких ракетах сразу. Последние попытки запуски предотвратить предпринимал и глава Организации Объединенных Наций». «Я еще раз предупредил КНДР, что их риторика и поведение безответственны. Если что-то во время запуска пойдет не так, это может спровоцировать военные действия». Сенсацией на фоне обострения сегодня стала новость о том, что США и КНДР все это время вели секретные переговоры в Нью-Йорке. Позицию северокорейской стороны представлял полномочный посол этой страны при ООН, являясь прямым каналом контакта для Вашингтона с Пиньяном. «Возможно, в эти самые минуты в здании ООН за моей спиной проходит очередная встреча представителей КНДР и администрации Белого дома. Очевидно, что до сих пор эти встречи заходили в тупик. Их успешными можно будет считать, только если Пиньян откажется от своих планов тестовых запусков баллистических ракет». Евгений Маслов, Анатолий Кошенко, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.